В 2019 году Вашингтон направил 39 миллиардов долларов на поддержку других государств. Ни одна страна в мире не тратит такие деньги на иностранную помощь. Но гигантский ВВП США позволяет это осилить. При этом граждане США продолжают страдать от глубокого социального неравенства. Более 500 тысяч американцев остаются бездомными. Это каждые 18 человек из 10 тысяч. Среди бездомных непропорционально много мужчин, темнокожих, ветеранов и инвалидов. Неравенство дохода в США является самым высоким среди всех стран G7. И снова расовый фактор играет важную роль. Разница среднего дохода между белыми и темнокожими семьями увеличилась с 24 тысяч долларов в 1970 году до примерно 33 тысяч долларов в 2018. Доход белых семей в среднем в 2018 году был выше на 39%. Темнокожие чаще были трудоустроены на позиции, не соответствующие их уровню образования. Деятельность полиции и уголовное судопроизводство по-прежнему являются одним из основных источников неравенства. Темнокожие и белые граждане употребляют наркотики с одинаковой регулярностью. Но афроамериканцы в шесть раз чаще подвергаются арестам. Насилие со стороны полиции является основной причиной смерти цветных мужчин. В целом темнокожие американцы с большей вероятностью будут арестованы, чем белые. После ареста их дела, как правило, уходят в суд. После суда они чаще получают длительные тюремные сроки. Еще до пандемии США столкнулись с серьезным кризисом в области здравоохранения. В США самая низко ожидаемая продолжительность жизни и самый высокий уровень самоубийств среди стран ОСР, а также самые высокие расходы из собственного кармана граждан на лечение. Кроме того, в стране самый высокий уровень хронических заболеваний и ожирения. Продолжая страдать от глубокого социального неравенства, США ежегодно выделяют более 600 миллиардов долларов на оборону. Это больше трат семи стран с высокими расходами в мире. КОНЕЦ